Здравствуйте, уважаемые друзья! Продолжаем наше обучение. В прошлом занятии мы посмотрели, как можно изменить внешний вид и стиль отображения разрезов. Как можно толщину линий тоже переопределить. А в этом занятии мы посмотрим, что такое у нас развертки. Так, давайте мы с вами переключимся на первый этаж. И смотрите, обратите внимание, что я включил истинную толщину линий. Истинная толщина линий на плане у меня тоже отображается. И мы видим, что толщина линий стен тоже не такая, как хотелось бы, чтобы они выглядели на наших чертежах. Как это поменять, вы, наверное, уже тоже догадываетесь. Вы можете взять соответственно, выбрать эти стены. У нас сейчас включена истинная толщина линий, как вы понимаете. Смотрите, если мы пойдем в пункт меню Вид, параметры вывода на экран. Вот истинная толщина линии включена. Именно таким вот образом все это настраивается. Ну, поскольку мы уже эту тему задели, давайте посмотрим. Это для каждого объекта, для каждого типа стен. Ну, меняется отдельно. Вот я выделил вот эти стены. Можно зайти в их свойства и посмотреть, где этот рвозд решается. Смотрите, мы видим, что у нас здесь... Ну, давайте мы закроем все вот эти вот настройки, которые нам не дают все это рассмотреть. Пожалуйста, видите, поверхности сечения. И, как видите, перо линии сечения 0,6 миллиметров. Конечно же, это довольно-таки толстая линия. Поэтому я могу изменить на такой тип линии. Ну, например, тонкий, либо вот 0,3, например. Ну, смотря, что вам вы хотите видеть, как хотите видеть. Я беру, например, 0,15, щелкаю ОК. И смотрите, у меня в принципе уже вот так вот выглядит более эстетично мой чертеж. Я могу выбрать, собственно, для все стены. Вот, например, все стены я выбираю. Сюда вот пойду. Тип элемента совпадает со всеми типами, со всеми стенами. Вот все стены я выбираю, нажимаю сюда. Вот у меня все стенки выделились. И, соответственно, я могу зайти в стены. Хотя он мне, в принципе, отображает сейчас разные типы стен. Но все равно, если я так... Да, я беру один, нажимаю ОК. Ну, смотрите, все равно он для этих стен я просто не решил. Да. Ну, стало быть, надо просто эти стены отдельно, а эти отдельно редактировать. Я надеялся, что он все-таки нам это сделает. Кстати, 0,15 довольно-таки тонкая линия, скорее всего. Можно выбрать потолще линию. Например, 0,3 миллиметра. Нажимаем ОК. Да, вот так вот, наверное, получше будет. И теперь, вот что касается этих стен. Вот я выделяю вот эти стены. Опять же, с шифтом можно их вот так вот выделить все. Да. Так я выделил. И снова идем сюда. И, соответственно, здесь видите, 0,6 до сих пор остается. Я толщину линии беру, соответственно, тоже 0,3, нажимаю ОК. И сейчас у меня толщина всех линий сделалась одинаковой. Ну, либо их можно сделать тоньше. Ну, соответственно, вы знаете, как это работает, как это настраивается. И вы, я надеюсь, что это сделаете. Так, теперь я все-таки отключу непосредственно истинную толщину линий. Вот, приведу все в начальный вид. И, соответственно, мы с вами сейчас посмотрим, как у нас работает, соответственно, развертка. Для удобства работы давайте мы отключим слой, который отображает нам электрику. Нажимаю комбинацию клавиш Ctrl L и отключаю электрику. Так, план расстановки, так, план размещения электрики. Вот я ее выключаю. Так, нажимаю ОК. Так, так будет легче и лучше. Соответственно, сами объекты при этом не пропали. Они у нас в 3D прекрасно существуют. Вот здесь они есть. И, соответственно, ну, кстати говоря, если мы захотим их показать именно на развертке, то их можно будет именно на развертке в слой и включить. Так, ну, хорошо. Инструмент развертка позволяет, ну, инструмент самосвягивает развернуть все стены, да, ну, и показать их, ну, значит, в одном стиле на чертежах. Ну, давайте посмотрим, как это работает. Для этого я иду в инструмент развертка. Два раза щелкаю сюда. И давайте, значит, с настройками этих разверток разберемся. Хотя, с другой стороны, особых здесь каких-то хитростей и тонкостей нет. Ну, во-первых, в названии развертки давайте мы укажем свое название. Например, я удаляю все это и пишу, например, там 0.1. Это первая развертка. А в названии, в имени я напишу, что это развертка кухни. И пишу там развертка. Так. Развертка стен кухни. Кухни. Соответственно, показать на первом этаже. Неограниченная глубина видимости и высота. Единственная высота. Видите, смотрите, у меня здесь нижняя позиция 0. Ну, понятное дело, что ниже пола мне смотреть не нужно. И здесь высота у меня почему-то стоит 2700. Хотя стены у меня именно 2800. То есть какая-то часть может быть на виде отрезана. Поэтому я устанавливаю здесь высоту 2800. Которая, собственно говоря, и даст мне возможность видеть все. Соответственно, здесь есть отображение внешнего вида. Но это можно сделать уже... Ну, давайте, наверное, сделаем все сразу. А потом уже в отдельной развертке посмотрим. Потому что дело в том, что когда мы развертку сделаем, у нас будут 4 развертки. И для того, чтобы внешний вид их перестраивать, когда как нам нужно, надо заходить в каждую развертку и их, соответственно, переопределять. Это долговато. Но мы можем на этапе, соответственно, создания разверток все это сделать. Для этого, вот я видим элементы еду. Помните, точно так же настраивается, в принципе, как и... непосредственно в разрезах. Здесь вот никакой разницы нет. Поэтому я даже не буду здесь долго останавливаться. Я беру самое реалистичное покрытие. Штриховки текстуры с затенением. Щелкаю сюда. И для того, чтобы линии разверток были все у нас... Ну, как бы одинаковые. Я щелкаю сюда. И первой линии... Первой линии сечения выбираю, допустим, где-то 0.15. Потоньше делаю. Вот. Ну, если мы истинную толщину линии будем включать. Ну, собственно говоря, истинная толщина линии нам необходима для того, чтобы понимать, как у нас отображаются... Будут отображаться объекты непосредственно на наших листах, на наших чертежах. Все. Я нажимаю ОК. ОК. И второе, что мы должны выбрать... Так, ОК не нажал, извиняюсь. Надо выбрать сначала соответствующий слой. Вот у нас есть... У нас создан соответствующий слой по разверткам. Вот мы его создали. А вот теперь мы нажимаем ОК. И смотрите, теперь нам нужно выбрать геометрический вариант создания, соответственно, развертки. Первый геометрический вариант это отдельный. Это когда нам нужно развертку просто по одной стене сделать. Мы ее просто делаем и все. Соответственно, если у нас комната многоугольной формы, имеет много углов, то, соответственно, можем взять вот этот тип, геометрический вариант развертки. Ну, и, соответственно, по умолчанию мы ставим в прямоугольном, в прямоугольнике, либо есть еще прямоугольник повернутый. Соответственно, все они вам понятны и ясны, вы уже как бы не первый день работаете в архикаде. Так, и все, смотрите, я вот щелкаю по точке вот этой, и он, видите, он нам создает нашу развертку таким образом, так же, как и, собственно говоря, ну, например, как мы перекрытие делаем. Вот, я щелкаю вот, можно приблизить вот в эту часть, и потом, смотрите, на втором этапе, я вот эту развертку двигаю, да, определяя плоскость ее, откуда она будет смотреть на наши стены. Смотрите, если я вот так, например, расставлю, да, то там в область пересечения этих разверток будут, ну, вот эти предметы, объекты заходить. Но, где можем поставить? Мы же можем поставить здесь, но дело в том, что после создания разверток, вернее, развертки вот этой, в данном случае, мы каждую линию можем двигать отдельно, и, соответственно, видимость настраивать тоже отдельно. Поэтому, вот там, где мы поставим, ну, пускай вот здесь поставлю, и я левой кнопкой мышки опять щелкаю, стрелочки, как я еще говорю, показывают направление взора, взгляда. Щелкаю, и вот, что у нас получилось. Ну, во-первых, смотрите, у нас очень большой вот этот вот получился маркер, да, лучше его вообще убрать, потому что нам не нужен, вот, у нас эти развертки справа появились, поэтому я выбираю, соответственно, этот маркер, ну, не маркер, а выбираю вот эту развертку, вот, просто по ней щелкаю, да, иду снова в ее настройки, и от маркера я, в принципе, отказываюсь вообще. Смотрите, вот видите, здесь такой раздел, маркер есть, я при настройке его не указывал, и смотрите, вот здесь общий маркер есть, здесь можно выбрать общий маркер какой-то другой, Вот видите, чтобы можно было настроить, как он будет выглядеть. Видите, стиль. Но в данном случае у маркера я говорю, что мне этот маркер вообще не нужен, так как мне отображение его на плане, вообще необходимости в нем никакого нет. Я говорю нет маркера. И нажимаю ОК. И нет маркера. У меня есть только линии, которые отображают, соответственно, эти развертки. И, соответственно, теперь я могу каждую линию этой развертки двигать. Например, если я щелкаю вот сюда, то вот эта линия, она у меня показывает вид вот сюда. Я не хочу, чтобы у меня, допустим, сечение дивана входило. Я его просто беру и двигаю поближе к окну. Вот сюда. Вот эта линия, эта развертка смотрит вправо. И это меня вполне устраивает, потому что она ничего не пересекает. Вот эта линия смотрит на линию, значит, на развертку стен кухни. Я могу ее подвинуть вот аж даже вот сюда, чтобы вид отсюда был. Видите? Ну, соответственно, есть еще вот этот маркер, который смотрит непосредственно на нашу стенку вот сюда. Ну, пускай он здесь и будет. Здесь уже с ним, наверное, ничего не сделаешь. Можно, конечно, подвинуть его сюда. Одним словом, мы можем положение наших вот этих разверток располагать как нам угодно. Теперь, после того, как мы эти развертки создали, справа у нас есть такой пункт развертки. Мы ее открываем. И, пожалуйста, вот у нас есть развертка стен кухни. Мы открываем ее. Вот все четыре развертки, которые нам показывает наш вид. Соответственно, я по первому щелкаю два раза и смотрим, что у нас получилось. Вот у нас первый вид. Вот. Видите? То есть, это область зрения, значит, со стороны окна, со стороны окна на дверь, на вход. Вот. Соответственно, если я... Это у меня получается вот эта развертка, да? Видите, она как-то пересекает. Но если мне это не нравится, я могу вот так вот сделать. Подвинуть сюда. Вот чуть ли вот вообще даже за этот маркер, да? Он должен автоматически перестроиться. Так вот, видите, перестроился. И я вижу уже вид со стороны окна, как развертка этой стены выглядит в таком виде. И, в принципе, меня это устраивает. Опять же, как изменить внешний вид развертки стены. Вот. Параметры развертки можем пойти и все здесь поменять. Как это меняется, вы уже, собственно говоря, знаете. Отображение модели я вам показывал. Но сейчас этого не делаю. Вы сделайте все так, как нужно. Соответственно, проверяем все остальные развертки стен, как они у нас происходят. В принципе, здесь тоже все нормально. Еще раз повторяю, что вы можете непосредственно ставить и устанавливать необходимые размеры, если вам это нужно. Вот. И идем дальше. Это у нас вид на окно. Телевизор маленько рассекается. Вот. Идем сюда. И это вид на наш диван. Очень пусто выглядит. Но я думаю, что вы можете повесить сюда всякие картины, какие-то элементы. Вот. Так. Ну, собственно говоря, вот вы все развертки создали. Кроме всего прочего, вы можете развертку сделать еще и, например, какую-то свободу. Ну, давайте посмотрим еще какой-то геометрический вариант другой развертки. Я, опять же, так, иду в развертки. Вот. В развертку. Так. Называю ее... Каким образом? Называю ее... Она мне будет уже 002 называться, да? И... Мне, допустим, нужна только одна линия стены. Вот этого, да? Там, где светильники висят в прихожей. Например, развертка... Стены в прихожей. Так. Соответственно... Ну, давайте мы его, в принципе, все настройки оставим такие, какие есть, да? В случае, а потом поменяем. Так. Единственное, что маркер... Маркер давайте мы тоже сразу уберем. Нет маркера. Нажимаем ОК. И все. Я беру вот одиночную линию. И, соответственно... Так. В развертках он находится. Линию делаю отсюда. Вот, допустим, вот до сюда я сделал. И теперь показываю, откуда он будет, куда смотреть. Отсюда сюда, либо отсюда сюда. Это тоже понятно. Например, я хочу отсюда вот сюда смотреть. Щелк. И вот у меня маркер появился. Ну, маркер в данном случае для этой развертки немножко другой. Он по-другому выглядит. Опять же, можно взять указатель. Щелкнуть по развертке. И этот маркер изменить, либо вообще его выключить. Давайте снова пойдем сюда. Посмотрим, что у нас. Вот видите, вот у нас маркер. Индивидуальный маркер развертки. Нет маркера. Вот, хотя можно, в принципе, нормально выглядеть. Можно было так оставить. Ну, я его все-таки убрал. Ну, вы теперь знаете, как его можно убрать, либо поставить. Так, и у нас, соответственно, в развертках появится еще один. Вот, видите, маркер. Я от него щелкаю. И вот мы смотрим на наш, значит, нашу стену сбоку. Вот, видите, мы видим, как у нас выглядят, соответственно, стеновые покрытия наши. И как висят светильники. Ну, собственно говоря, вот так вот нехитро делаются развертки. Но как их устанавливать уже непосредственно на наши листы, мы уже посмотрим, конечно же, на дальнейших занятиях. Можно это все закрыть. Никуда это не все не девается. Все это будет находиться здесь. Вот. И, соответственно, мы уже практически подходим к завершению нашего проекта. Осталось немножко очень таких важных шагов. И мы уже будем потом создавать нашу книгу макетов. Спасибо за внимание. До следующего занятия. Продолжение следует...